Давайте вместе скажем слава Господу. Прочитаю Ефесянам из 6 главы, с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав через слава ваши истины и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукава, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Сколько раз мы слышали эти слова Писания? Я думаю, что читали и слышали много раз. И где-то что-то понимали, может быть, где-то не до конца понимали, но вполне, в принципе, описано что-то более правильное для каждого христианина. Нам нужно укрепляться Господом, могуществом силы Его. Каким образом? Каким образом это сделать? Знаете, солдат, который бывает на войне, он просто так не идет с пустыми руками на врага. У него есть амуниция, защитная форма. Это сегодняшний солдат, у него есть оружие, и порой это оружие его не спасает. В то время солдаты выглядели немножко по-другому. Была броня на человеке, металл, который он носил на себе, тяжесть металла, шлем, щит, меч, еще различные другие приспособления. И этим всем нужно было умело солдату пользоваться. Потому что если каждого из нас сейчас вооружить чем-либо, я думаю, мы не будем уметь этим пользоваться. Это, чтобы чем-то уметь пользоваться, нужно этому научиться. И каждое государство, в котором есть войска, они постоянно обучают людей военному ремеслу. И это военное ремесло кому-то дается, кому-то не очень. И это ремесло, как бы, такое не очень хорошее. Людей учат убивать других людей. Ну, солдат обучают и говорят, что вы будете защищать свою страну, свою родину, свою семью. Но порой бывает все наоборот. Государство идет на государство, конфликты случаются в мире, случаются войны. Здесь говорится, что нам нужно облегтись во всеоружие Божье. Что за такое вот всеоружие Божье, чтобы нам можно было противостать против козни дьявольских. Знаете, в оригинальном тексте написано, чтобы устоять против нападений дьявола. Ну, мы часто, как люди, мы часто любим кого-то винить. Вот что-то случается, и как бы мы пытаемся кого-то обвинить, что у меня случилось. В частности, верующие люди часто обвиняют дьявола в своих неудачах, что вот это все дьявол помешал. Не всегда так бывает, но дьявол бывает такое, что нападает на нас и немало. И нападает он на нас не просто как-то там в каких-то таких, может быть, простых ситуациях, по-разному. Зло, оно постоянно трансформируется и меняется. И вот это вот всеоружие Божье должно противостоять этому злу, дьяволу. И как же пользоваться этим? Мы постоянно слышим с этого места, от других там источников, как нужно противостоять. Что это за всеоружие такое Божье? И что за брань? Что за брань? Мы часто любим вести брань против людей на самом деле. Где-то там спорить, меня обидели, какие-то там разборки случаются с человеком. И эта вот брань происходит там между людьми и каждый начинает своим оружием махать. И что-то вот там меряться там своей силой, деньгами люди любят. Но ведь это не про нас. Мы христиане, мы не должны так делать. Но порой иногда делаем. Потому что мы люди и бываем мыслим по-человечески. И пытаемся какую-то свою брань и использовать свое оружие во благо себе, а не на дело Господа. Но Писание нам говорит, что наша брань не против крови и плоти. Не против этих мероправителей, которые сегодня есть во главе государств, во главе каких-то там предприятий или еще чего-то. Наша брань не та. Против зла, против тьмы, которая не видна, она не видна обычным глазом. Но когда наш глаз вооружен, мы можем это заметить и понять, что брань, она бывает разная. Зло бывает, идет наступление на христиан, на нас. И казалось бы, вот наступил у тебя день, и тебе стало не очень хорошо, как-то все летит под откос, ну, черная полоса, какой-то день неудавшийся, вот все валится из рук, там это сломалось, там остановили, оштрафовали, там что-то нарушил, где-то тебя обидели, ты раздражение какое-то получил, и вот это вот все, дети как-то себя плохо вели, что-то еще случилось, заболело, пломба выпала, наконец-таки. Вот все случилось в один день. Бывает ведь такое, да? Бывает, братья и сестры, такое? И кажется, вот что? Мы начинаем раздражаться, мы начинаем вот как-то так вот пошатываться. Но после этого мир бывает в сердце или нет? Каждый по себе, бывает после этого, когда вот такие вот черные полосы? Бывает ли мир в сердце после этого? Я скажу, что у меня, если я раздражался, у меня мира в сердце не было никогда. И как-то ты потом просишь у Господа, Господи, прости меня. Я не выстоял в день искушения. Я не выстоял, когда зло пошло в наступление. Дьявол попытался меня спустить, как-то вот опустить ниже, и я этому поддался. То есть в итоге получается, что вот мой щит веры не сработал, чтобы угасить стрелы, раскаленные лукавого. Не сработал. И ты пытаешься в своей жизни, ну все, завтра начну по-другому, все будет по-другому, начну вот так и так делать, как задумал, все. И опять наступает новый день, и что-то случается другое. Проходит месяц, и опять что-то случается. И ты опять как-то валишься вниз, думаешь, что делать, как быть. А Господь говорит нам, воблекитесь во все оружие Божие. Оденьте шлем спасения. Возьмите меч духовный, щит веры возьмите. Облекитесь во все оружие Божие. Знаете, Даниил, праведный муж Божий, все мы про него читали, знаем много историй про него. Он стоял 21 день против зла в молитве. Дьявол пытался помешать этой молитве. Именно молитве попытался мешать. В первую очередь он хотел отлучить от общения с Богом этого человека, праведного человека. Он издал даже указ на всю страну. Но Даниил не побоялся и открыл свои окна. Открыл свои окна к Господу и молился. Открываем ли мы часто свои окна Господу? Все наши окна, наши глаза, наши уши, наше сердце в познании Господа. Ищем ли мы так вот общение, как Даниил? Стоим ли мы в проломе за нужду, даже не свою, общую? Когда свою, бывает порой, находятся силы молиться ночью? Случается беда, и ты молишься ночью? У тебя находятся силы молиться сутками? Находятся силы. А случается ли у нас так по-другому, когда вот даже общая нужда? Переживаем ли мы за это? Не всегда. Не всегда так получается. Не всегда мы открываем эти окна. Не всегда мы пытаемся это как-то сделать. Почему же, кажется, думал, опять начну, опять будет по-новому? И опять как-то скатился, дьявол пошел в наступление, и ты опять как-то опустил руки, опять поражен был, опять залечиваешь эти раны и пытаешься своей самоправедностью залечить эти раны. Я не говорю про все, но так бывает в большинстве своем. Мы люди, обычные человеки. Знаете, Сидрах, Мессах и Авденага тоже попали в печь. Как Даниил в львиный ров, они стояли на своем. Вот у них почему-то получилось. У этих людей получилось. Один получил львиный ров, другие получили печь и были во всеоружии Божьем. Хочется ли нам в печь? Или, может, в львиный ров? Нет, не хочется. А если бы мы туда попали, как вы думаете, вот каждый из нас, львы нас растерзали бы или нет? Я не знаю. Каково было бы всеоружие Божье у нас? Может быть, мы даже не докатились бы до этого рва. Просто-напросто на время закрыли бы эти окна. Сказали бы, ну, переждем это время, не будем молиться. Не откроем небесную Нарусалиму наши окна. Немножко переждем. Может, так могло бы случиться. Но эти мужи стояли во всеоружии Божьем. И знаете, свободный доступ у Даниила был. И у этих молодых людей к Господу. Сможешь ли ты победить, когда зло пойдет на вступление, без амуниции, которую тебе дает Господь? Сможешь ли ты это сделать? Нет. Ты не сможешь. Даже если ты будешь очень умело пользоваться мечом, что есть Слово Божье, очень умело, но у тебя больше ничего другого не будет, не сможешь. Ты лишь только будешь знать Слово Божье. А счета веры у тебя не будет. Ты не сможешь защититься. И стрела лукавого попадет прямо в точку. Знаете, сам Иисус, он был искушаем. Это был пример для нас, великий пример. Сорок дней и ночей он был в искушении, не ел. Можете представить человека, который не ел 40 дней? Сложно представить. Я бы сказал, даже невозможно. Человек, который голодает, он просто у него начинается даже с мозгами не то. У него даже психология, психика начинает меняться. Потому что организм требует еды. Человеку становится плохо. Но Иисус нам показал, что даже на пределе человеческих возможностей можно выстоять и не впасть в искушение. Когда зло наступает, наступает на тебя. Знаете, Давид, Давид, он, когда пришел на войну и увидел Голиафа, очень удивился. Как так? Все, все войска, люди, которые умело умеют пользоваться оружием, все в амуниции, ни один не может выйти против Голиафа. Ни один, ни один человек этого не может сделать. Он очень удивился этому. Но он не удивился себе. Он говорит, как так? Я пойду. Я пойду, я смогу победить. И знаете, вот этот вот маленький камешек был пущен в зло. Когда зло пошло в наступление против целого государства. Самый ответственный момент для всей страны был. И маленький Давид, молодой Давид, смог победить большого Голиафа маленьким камешком. И это не просто он победил. Он был во всеоружии Божьем. Там, в поле, в поле наедине с Богом, с Иисусом. Можешь ли ты сегодня сказать, что ты сегодня можешь общаться, как Давид, с Богом? Если можешь, слава Богу, мы рады за тебя. Каждый из нас порадуется и захочет точно так же. Там, в поле, он пел песни Богу. Он восхищался им. Наедине, когда никто не видел. Он не занимался чем-то злым, как Каин. Казалось бы, Каин, человек, людей еще не было на земле практически. Что можно было делать злого в жизни? Ну, вот чем? Ну, ничего вроде бы такого совращенного плохого не было еще на этой земле. Но Бог говорит, грех лишь до порога, но ты господствуй над ним. И Каин не принял этот совет во внимание. В итоге он убил своего брата. Стрела раскаленная, лукавого, поразила его. Поразила его действия и поступки. Он не был во всеоружии Божьем. Он вдруг проиграл. Он не смог, когда зло пошло в наступление. Ведь он хотел так же принести жертву. Точно так же хотел принести жертву, как и Ави. Но Бог ее не принял. Жертвы он его не восхотел. Она ему не нужна, потому что зло было в сердце. Не было всеоружия Божьего. Зло наступило, но наступление пошло к этому человеку. Он, когда был наедине в поле, он чем-то другим, возможно, занимался. Не тем, что угодно Богу. Не тем, что хотел бы Бог желание сердца своего восполнить в людях. Чем-то другим. А Давид, А Давиде, Бог сказал, он исполнит желание сердца моего. Я нашел мужа по сердцу моему. Человек, который наедине с Богом, в тайной комнате своей, в поле, не отдавал ни одной овцы. Ни одной овцы, ни зверю, никому. Он бежал, поражал и забирал. Просто поражал. Он, может быть, самый ловкий был среди всех. И людям казалось, как так, ты пришел, родные братья в одной семье выросли, в одну церковь ходили, в одну церковь, в одной церкви славили Бога. Говорит, как так, ты справишься с Голиафом? Да, потому что он во всеоружии Божьем, он выпустил маленький камешек и попал точно в цель, точно в цель, победил Голиафа, смог это сделать, потому что был во всеоружии Божьем. Братья и сестры, очень хотелось бы, чтобы дьявол не разрушал наши планы. Но наши планы часто бывают человеческими, поэтому наши планы должны быть и устремления к Господу, чтобы мы облеглись во всеоружии Божьем, обувь ноги, благовествовать мир, служить людям, служить Богу. Ведь это не просто благовествовать, проповедовать отсюда. Ведь каждый знает, что проповедь это не самое главное вот здесь вот из-за кафедры. Хотя порой это не просто, это наша жизнь и как мы проповедуем в нашей жизни. Просто в нашей семье не надо далеко ходить. С соседом твоим, с кем-то еще, с близким твоим, либо с тем, с кем ты работаешь. Может быть, ты перестал уже с ним здороваться, с этим человеком. И ты перестал ему служить Словом Божьим, своим примером. А может быть, ты сын, непокорный родителям. Начни с маленького, начни быть в послушании. Просто в послушании. Служи Господу этим в первую очередь. Докажи преданность ему. Начни с маленького. Потому что, кто был верен в малом, поставлен будет над многим. Дай Бог каждому из нас просто-напросто понимать, что все оружие Божие, оно не так просто. Если вдруг зло пойдет наступление, мы можем не выдержать этого натиска и свалиться глубоко, и упасть в ту яму, в которой был Даниил, только там его львы не порвали, а нас могут порвать. Эти львы злые, они готовы нас растерзать и съесть, если мы туда вдруг попадем без всеоружия Божьего. Но Бог запретил львам и не дал им съесть Даниила. Давид победил Голиафа маленьким камешком. Вся Библия нам говорит о том, человек, который был во всеоружии Божьем, он устоял на пути. Но было у Давида такое, что он вдруг расслабился, встал с постели своей, когда все были на войне, когда все что-то делали, он расслабился и согрешил. Увидел Версавию и согрешил. Оставил свою амуницию, свое всеоружие Божие и согрешил. Но что он сделал? Он покаялся. Каин же не захотел этого сделать. Нам нужно каждому из нас выбирать в нашей жизни постоянно, каковым нам быть Каином или Давидом. Каковой дух у нас должен быть дух Саула или дух Давида. Потому что каждый из нас знает, что нужно бежать к Господу, искать его всеоружие. И даже если ты будешь казаться белой вороной среди всех, что ты ищешь Господа, не думай об этом, Господь будет великие чудеса через тебя делать. Или он три с половиной года заключил небо и дождя не было. И Господь сказал, только по слову его, по слову его пойдет дождь. И так и случилось. Тот человек, который во всеоружии Божьем, он будет всегда побеждать, всегда побеждать. Если вдруг ты оставил свое оружие, ты не хочешь благовествовать мир, не хочешь служить, облекись в броню праведности. Начни, начни с маленького, начни с того, что ты начнешь по крупицам собирать все то, не все сразу получится, но Бог поможет. Дай Бог каждому из нас любить Бога и быть во всеоружии Божьем. Давайте мы будем молиться. Спасибо.